Привет! Заезжал сейчас во все инструменты, заказал себе новый огнетушитель, там он был самый дешевый. Мой, получается, совсем просроченный был. Не знаю, приснился сон, как будто я еду по трассе и смотрю, впереди меня машина на аварийке и из-под капота валит дым. Я остановился сначала в 25 метрах от нее, потом все-таки чуть-чуть сдал назад. Мужичок подбегает и говорит, дай скорее свой огнетушитель за любые деньги куплю. Вот-вот, что-то задымилось, надо потушить. А у меня пшек-пшек и все. И не спасли машину. А все остальные, кто проезжал мимо, боялись, наверное, останавливаться. Мало ли там что, еще загорится своя машина. У многих, я так понял, что огнетушителей тоже не оказалось, кто-то еще остановился. Поэтому, не знаю, не думаю, что это должен быть вещий сон. Не хотел бы, чтобы так было, но на всякий случай решил прикупить. Так что, при возможности, загляните в свой багажник и посмотрите, как у вас огнетушитель просрочен. Нет, если что, заменить. Потому что безопасность, прежде всего, это наш девиз. Так вот, как я говорю, заезжал во все инструменты и смотрите, что я увидел. Въезд на робомойку. Быстро, чисто. Помните, когда появилась мойка самообслуживания? Я помню этот момент. Было так интересно. Приходишь, там куча кнопок, ты сам отмываешь все, поливаешь. И люди прям как, я не знаю, наверное, даже синдром такой, как болезнь, наверное, придумать какое-нибудь название. Поливали свои машины и думали, чем больше польешь водой, чем больше пены, тем она станет красившей и быстрее поедет. Это точно, наверное. И поэтому вставляли туда деньги, прям поливали. И главное, вот интересная бизнес-идея в том, что человек сам делает всю работу, моет свою машину. Если он там что-то повредит, никаких претензий. И, в принципе, нанимать людей особо не нужно. Все делает сам владелец своей машины. Ну, интересная идея этих моек раньше была. Они только появлялись, теперь они чуть ли не на каждом шагу. Но вот робомойку я еще ни разу не заезжал, но слышал про нее. Что там заезжаешь, ничего не делаешь. То есть, получается, уже не щетки моют твою машину, как вот раньше в американских фильмах показывали. Там еще царапины, ссадины, лак может отскочить. Якобы там все происходит само по себе. Ополаскивание, пена, ополаскивание и даже сушка есть. Вот я там зашел, почитал. Сейчас вот две машины впереди стоят. Я покажу сейчас, насколько грязная у меня машина и как хорошо она отмоет. Я, в принципе, представляю, какие минусы могут быть. Потому что, ну, я почитал, есть такая программа, что даже моет арки колес и днища. Но я понимаю, что она не помоет мне коврики и пороги, наверное, тоже не помоет. Но мы проверим это. Я сейчас заеду и как раз попробую показать весь вот этот процесс. Вот какое будущее, похоже, нас ждет. Роботизированное. Скоро вот так вот заедешь, тебе и колеса подкачают, и заменят резину на зимнюю, машину помоет робот, и масло сменит. С одной стороны, вроде интересно, как это все будет работать. С другой стороны, куда-то потерялась романтика. Ну ладно, сейчас вот как раз уже у нас сухая погода, где-то минус 4. Сейчас самое время помыть машину, тем более, что я хочу арки помыть. Поехать в гараж и заменить косточки стабилизатора и втулки стабилизатора. Как раз мне это будет на руку. Вот наша очередь. Шампунь, мойка. Ежедневные мойка днища колес. Шампунь, шампунь, пена. 300 рублей. Мойка днища колес. Кузова, шампунь, шампунь, пена. Мойка кузова, очищенная вода, воск и полная сушка. Наверное, сегодня мы выберем премиум. У меня сегодня хорошее настроение. И смотрите, выгодная цена. Если я приеду в начале второго и до шести, то у меня будет всего 200 рублей мойка. 400 рублей, 11 минут. Желаете начислить бонусы? Да. Отлично. Наверное, потом можно будет этими бонусами расплачиваться. Отлично. Заезжаем. Вау. Так, движемся пока зеленая стрелочка. Не станет красным крестиком. Отлично. Да, самое главное. Не забыть закрыть все окна и двери. А этот рукав молодец. Распыляет во все стороны. Мне даже этот робот нравится. Он так бережно относится к автомобилю. Данька, повторное нанесение пены. Ну, вообще классно. Премиум мойка-то. 400 рублей, правда. Но сколько бы я заплатил, наверное, за обычную мойку столько же сейчас? 400 рублей в среднем это обычная мойка, да. Просто коврики еще плюсом. Здесь-то коврики я не могу достать. На мойке самообслуживания можно помыть коврики, но невозможно пороги. Значит, ты забрызгаешь весь свой ковер. Уже, наверное, три или четыре раза робот прошел и обдал всю машину пеной. Ну, вообще прикольно. Все прикольно. Наверное, должно получиться очень хорошо. Можно даже попить чайку пока. Супруга подарила. Что-то начинается. Похоже, первый смыв пены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Четыре штуки фенов Четыре штуки фенов Четыре штуки фенов Ну что, в принципе, машина чистая Мы выбрали самую дорогую программу Премиум класса И, как помните, там было нанести воск Я вижу, что воск, в принципе, есть Но вместе с ним есть и разводы И, наверное, камера это все очень хорошо И должна показать Вот они Ну, в принципе, не стоило, наверное, ждать чудес Потому что отработало так же, как любая бесконтактная мойка Даже немножко пороги помылись Но что хочу сказать Нам же обещали, что помоются и наши арки Вот бы какие-то другие арки слишком большие Для этого робота Ну, в принципе, вся грязь осталась Ну, что такое Так прям не годится никуда Ну и колесо не совсем домылось Ну, а также нам обещали, что помоют днище Заглянем Ну, днище мокрое В принципе, даже как будто действительно помылось Ну, хорошо Вот так вот где-нибудь по полям, по грязям поездил А потом приехал, у тебя бжик-бжик-бжик И днище чистое На самом деле удобное Удобное то, что, в принципе, я даже не вылазил из машины И все сделал за меня робот На мойках самообслуживание уже не так удобно Потому что ты обдаешь машину Пена уже не будет там минуту-две ждать Она тут же замораживается Поэтому здесь-то ты в теплом боксе Если это будет ночью То даже очень дешево 200 рублей Хотя за 200 рублей на мойке самообслуживания Я могу помыть всю машину С ковриками Здесь, к сожалению, коврики остаются грязными Но ощущения у меня, в принципе, положительные 400 рублей отдали Машину помыли Да, с разводами Да, коврики остались грязными Колеса немного не домылись И арки остались грязными Но то днище помылось Стало чистое Вот это плюс Плюс в том, что я даже не выходя из машины Подъехал 8 минут Хотя мог выбрать более бюджетный вариант Там За 4 минуты машину бы Обдали сверху Без всякого воска Без сушки Наверное, это то самое Будущее, которое нас ждет Напишите в комментарии Пользовались ли вы Такой мойкой робо И какие у вас впечатления от этого Пользуетесь ли вы робо-мойками Или мойками самообслуживания А может вы по старинке Набираете Ведерко водички И тряпочкой С губкой промываете Тоже будет интересно почитать С вами был Сергей Перетягин Удачи на дорогах Всего наилучшего И до новых встреч в эфире Пока Субтитры подогнал «Симон»